Итак, приготовления заканчиваются. Великое множество всяких разных полезных предметов, которые имеют прямое отношение к парению. Для того, чтобы можно было сходить в баню, у нас в гостях Ольга Карпенко, пармастер. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, мы сегодня будем говорить о бане, но, наверное, будем говорить о бане для милых и любимых дам. Правда же, да? Да. Чем вообще парение женское отличается от мужского? Ну, женщина вообще по жизни очень напряжена. И когда она приходит в баню, первое, что она делает, она расслабляется, она остается сама с собой. Она наслаждается процессом, она наслаждается теплом, заботой человека, который работает с ней, то есть пармастера. Ольга, откуда у вас такой вообще интерес к баням возник? Когда? Расскажите немного. Ну, интерес к баням возник у меня еще с юных лет. Просто я очень люблю тепло, люблю сама баню. Еще в деревню у бабушки ходила в баню. Хорошо. Расскажите нам про виды парения и сколько вообще должна длиться эта процедура? Пару часов? Меньше, больше? Ну, в среднем, может быть, какой-то возьмете? Или все зависит от состояния здоровья и выдержки, и подготовки женщины? Вообще все зависит от того, какой запрос у женщины. Некоторые приходят просто отдохнуть, им достаточно 15-20 минут побыть в парилке, и они уже расслабились. А кому-то надо и очень глубокая, тяжелая работа. Да, сделать несколько заходов, либо по 30 минут прям. Состояние здоровья как-то отслеживается перед тем, как допустить в зону повышенных температур даму? Вообще противопогазаний для бани нет. Просто бани бывают очень разные. Температура в бане может быть разная, влажность может быть разная. Поэтому в баню может ходить любая женщина. Но единственное ограничение есть для беременных. Про температурный режим хотела спросить, а он как-то подразделяется? Например, баня для девочек, баня для девушек, для женщин и взрослых женщин. Вот тут вот уточните, какой он должен быть, температурный режим. Ну, температурный режим для детей, конечно, должен быть минимальный. Это сколько? Ну, достаточно 40 градусов для того, чтобы прогреть человека. Этого достаточно, даже взрослого. А вообще средняя температура, с которой мы работаем, с которой у нас расслабляются женщины, это примерно 60-70 градусов. Это основная температура. То есть это не как у мужиков, да, до 120 до сидеть. И мужчину можно прогреть при 40 градусах. Про температуру понятно, но есть же вспомогательные средства. Вы сегодня нам принесли не только привычные нам веники зеленого цвета, но и какие-то сухостои, сборы, которые вы из заготовки сделали. Да, в бане работать можно очень многими инструментами. Самые ходовые, это, конечно, идут веники. Это дубовые веники, липовые веники, березовые, которыми я чаще всего работаю. Да. Травы также, да? Это пихтовый веник для ароматов используется. Это различные виды трав. Ромашка, полынь, донь, мята. Но ими не парят, их заваривают, да, наверное, для атмосферы. Их в основном используют для ароматов. Для ароматов. Когда девушка лежит на полке, она в горизонтальном положении расслабляется, находится вот в контакте с этими ароматами, у нее на голове лежат холодные пихтовые венички, и, конечно, она абсолютно отключается от всех своих проблем. У меня уже ноги немножко становятся ватными. Иван, вот что такое ароматерапия, как ты думаешь? Ароматерапия? Ну вот же только что рассказали. Ну, ароматерапия начинается сразу, как только заходишь в парную. Когда ты слышишь первые ароматы веников. Затем мы добавляем фрукты, грейпфрукт, например. Далее могут быть различные виды мочалок. Вот это пихтовая мочалка, она с ароматом пихты. Это аромасвечи. Масла, которые тоже добавляете. Это, естественно, аромамасла, да. Это вот вы их добавляете в воду, наверное, и на каменку, да, чтобы... На каменку масла эфирные не добавляются, они там горят. Эфирные масла в парилке используются только с какими-то сопутствующими средствами. Например, соль. Либо можно капнуть на веер и раздуть по парилке. А в основном масла я использую для спа-процедур. То есть для скрабирования, для промасливания. Потому что помимо парения есть еще уходовые процедуры. Девушки очень любят, когда ухаживаешь за их телом. Обертывания различные. Да, различные обертывания можно делать. Да, но в бане можно не только париться, получать процедуру, но и играть, да? Потому что вы у нас сегодня принесли еще и разные наборы всяких игр и карт. Я даже не знаю, как... Конечно, когда между парениями у нас есть перерывы, я использую метафорические карты. Это тоже помогает найти какие-то инсайты, может быть, решить какой-то запрос, с которым девушка пришла. Потому что девушки приходят в баню именно с каким-либо запросом. Вот оно как. Всегда запрос. Кому-то нужно отдохнуть, кому-то расслабиться, кому-то что-то решить, какую-то свою проблему, кому-то там пережить очень тяжелое состояние в жизни. Поэтому сразу... Но у вас все для этого есть, правда же, как мы увиделись? Да, у нас все для этого есть. Достаточно только ваше желание, свободное время. Ну и, конечно же, сравнить, как можно получить порцию удовольствия от специалиста, да? Нежели, например, там от своего знакомого или мужа в той же самой домашней бане, дачной. Это совершенно разные вещи, правда же? Тут подход, это хорошо. Мы приглашаем вас на уникальный отдых в русской бане. Профессиональные услуги пармастера, ароматерапия, травяные настои, о которых мы уже сегодня говорили. Глубокое очищение, уход за кожей, тело и лица, новые знакомства и приятная компания девушек. Без нас, без мужчин. Погрузитесь, да, погрузитесь в атмосферу уюта и гармонии вместе с банным пространством бани от Оли. Запись по телефону 8 908 0102 3 единицы. Приходите обязательно, парьтесь и заряжайтесь бодростью духа и здоровья.